Мы рассмотрели процесс проектирования баз данных с помощью семантических моделей, а теперь рассмотрим одну из наиболее популярных семантических моделей – модель сущной связи. Сама модель строго формализованная, имеет разные формы представления. Например, текстовая, но чаще всего используется графическое представление в виде некой диаграммы сущной связи, которая также имеет название ER-диаграмм. Какие же понятия есть в модели сущной связи? В первую очередь, это понятие сущности и типа сущности. Сущность – это некий конкретный объект реального мира, который отличим от другого объекта. Если говорить о примерах и рассмотреть такой предмет, как библиотека, то конкретный экземпляр книги – это сущность, а общий тип всех экземпляров книга – это тип сущности. Следующим понятием ER-модели является связь. Связь – это некое понятие, которое описывает, каким образом сущности могут быть связаны между собой. Связи имеют определенные типы, о них мы поговорим чуть-чуть позже при рассмотрении примеров. И при этом связи являются бинарными, то есть они обязательно связывают два типа сущности. При этом это могут быть как два разных типа сущностей, так и один и тот же тип сущностей. При этом такая связь называется рекурсивной. Далее набор понятий, которые близки нам из описания революционной модели данных – это атрибут и ключ. При этом атрибут в понятии ER-модели может как иметь некоторый тип данных, так и не иметь, по той причине, что в процессе создания концептуальной схемы данных не всегда на этом этапе можно четко выделить конкретный тип данных для какого-то атрибута. Ключом же является понятие, близкое также к революционной модели данных – это некоторый набор атрибутов, который уникально определяет сущность. Ограничения целостности также имеются в ER-модели, о них мы чуть-чуть попозже поговорим, какие они конкретно бывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова